Имена около полутора тысяч воинов Марийской АССР увековечены в книге «Вернуться из плена». Справочник посвящен солдатам, погибшим в немецком, финском и румынском плену в годы Великой Отечественной войны. Над изданием работали бойцы поискового отряда «Демос». О ходе реализации проекта «Вернуться из плена» расскажем в следующем материале. «Пропавшие без вести» – понятие емкое, и все же пусть тень предателей не падает на честные имена тех, кто погиб безвестно, но доблестно. Их больше, иначе не было бы победы. С этой фразы начинается книга о героизме «Вернуться из плена». В ней имена около полутора тысяч солдат из Мариел. Большинство из них долгое время считались пропавшими без вести. Работа над проектом началась задолго до получения президентского гранта, который потратили на издание книги. 400 экземпляров в ближайшее время направят в библиотеки. Авторам проекта пришлось изучить много архивного материала, в том числе и за рубежа. В частности, Финляндия передала данные своего финского архива. Вообще наших земляков находили совершенно с разных источников. В частности, 14 человек – это национальный архив США, в котором хранились тоже документы немецких лагерей. Порядка 12 человек – это украинский архив Уманского лагеря военнопленных. Есть документы на 14 наших земляков. Это тюрьма города Орла. Остались оккупационные документы. Там тоже находились наши военнопленные и оказались наши земляки. Для меня было большим удивлением, например, что вроде бы Финляндия, она только на маленьком участке фронта воевала, в районе Карелии, окружая Ленинград. Но через финские лагеря, как оказалось, прошло больше 380 земляков наших. По словам Дмитрия Шипунова, до ноября 1942 года у наших солдат не было документов. Поэтому немцы писали имена, фамилии, адреса регистрации на слух, порой искажая их. В связи с этим сложности в поиске солдат возникают до сих пор. Авторы проекта вернутся из плена уверены, что их работа поможет многим людям узнать о судьбах своих отцов, погибших в плену, но не перешедших на сторону врага. Сложнее всего было то, что неточные были данные, очень сильные исковерканы были фамилии, даже порой дата рождения были исковерканы районы. Некоторые назывались по-старому, так как они назывались, когда в годы Великой Отечественной, они назывались по-другому. Пришлось поднимать данные. И, наверное, с этим была самая большая сложность. Помимо этого, в рамках проекта запланированы выезды в районы и встречи с молодежью. Сегодня как никогда важно сохранить преемственность поколений. Кстати, бойцы поискового отряда «Демос» в ближайшее время начнут реализовывать еще один проект. Мы надеемся до конца года реализовать еще один наш проект, к которому мы тоже давно идем. Мы хотим сделать книгу памяти неизвестных героев нашей республики. Мы столкнулись с тем, что когда, как у кого-то из наших земляков представляли во время Великой Отечественной войны к награде, как правило, между представлением и награждением проходил месяц. А если боец погибал в этот месяц? И получалось, награду никому не вручали, родственникам не сообщали. И люди, может быть, даже зная, что он погиб в Великой Отечественной войне, даже не представляют, что, оказывается, он был награжден каким-либо орденом. И вторая страничка, которую мы хотим восстановить, это наши земляки, представленные к званию Героя Советского Союза, но не получившие этого звания по каким-либо причинам, вместо звания они получили орден. Одним из направлений деятельности отряда является работа с архивными документами. Так, поисковиками Демоса установлена судьба более 4 тысяч уроженцев Марийской АСР и более 2 тысяч судеб уроженцев Чувашии. Пропавшие без вести – горькая страница нашей истории, поэтому работа по возвращению в сотни семи правды о близком человеке будет продолжаться еще долгие годы.